МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Чем запомнится эта пятница в Украине и миру?" Узнаете прямо сейчас. Я, Алексей Лихман, начинаем подробности. Коррупционный недуг Минздрава. В ведомстве повязали замминистра взяточника. Что нам надо от НАТО? В Варшаве стартовал саммит Альянса, который может стать судьбоносным для Украины. Валютный передел. Кто стоит за атаками на нелегальные обменки? Освободить по-тихому? Мукачевские стрелки могут оказаться на свободе. Посадочная неделя продолжается. Сегодня небо в клеточку увидел замминистра здравоохранения. На какой сумме погорел? И впервые ли морал руки взяткой? Все подробности разузнал Вениамин Трубачев. Сотрудники СБУ раскладывают гривны и доллары. Это результат обыска в квартире замминистра здравоохранения Романа Василишина. Его подозревают в получении взятки. Всего, подчас затримания проведенных обшипов, нам выучено больше 50 тысяч долларов, 320 тысяч гривен. И еще доказы злочинной деятельности. Задержали также Юрия Серняка. Он работал в урологическом отделении Александровской больницы. По версии следствия, именно он собирал деньги у врачей и передавал чиновнику. Я лично распределял лекарей на операции, за каждую из которых лекарей вымогали грошей у пациентов и сдавали этому Серняку. Серняк эти гроши аккумулял. И раз в тиждень, за тиждень практически, от 50 до 100 тысяч гривен только из этого центра отримал заступник министра. Александровская больница находится в самом центре Киева. Кабинет Юрия Серняка сегодня закрыт. Именно сюда, вероятно, и приносили деньги врачи. Но общаться с нами они наотрез отказались. Где начальника можно найти? Кого начальника? Ну, начальника урологического центра. Я не знаю. Такое влияние Романа Василишина на Александровскую больницу легко объяснимо. В свое время он долго руководил этим медучреждением и был уже замешан в подобном скандале. В 2010 году один из хирургов, который влаштовывался на работу, звинувачивал пана Василишина в том, что он заплатил ему хабар 7,5 тысяч долларов. Я не удивлюсь, если в показаниях пана Василишина будут такие слова, что он где-то там кому-то, аж до Арсения Петровича, заносил хабаря за призначение заступником министра. Потому что это была креатора Арсения Петровича, это всем известно. И пан Квиташвили его призначил заступником министра на начале листопада прошлого года. В Министерстве здравоохранения, которым, кстати, уже более трех месяцев руководит исполняющий обязанности, а министр так и не назначен, покрывать своих коллег не стали. Здесь говорят, что накануне Роман Василишин хотел уйти на больничный, но не успел. Это очень прикрытый случай, очень ганебный случай. Проба зарабатывать деньги на животных, это непрепустимо. Владимир Гройсман уже отстранил Василишина от исполнения обязанностей и пообещал бороться со всеми проявлениями коррупции. Сядут аж за гуде, вот начинают гудеть, и будут сидеть, и никто им не допоможет. Треба вычищать и выжигать коленным залезом то, что еще донедавна было абсолютно нормальным явищем. Я имею на увазе в лапках. Это коррупция. Такими делами изначально должно заниматься Национальное антикоррупционное бюро. Правда, для них эти громкие задержания стали полной неожиданностью. Мы про эту справу следуем также по телебачению. По всем канонам, правилам, которые установлены под статью 216-ю подследовательность, этим должно заниматься Антикоррупционное бюро с самого начала. Но не занимается чему-то. Пояснить я не могу, чему. В ближайшее время суд должен определить задержанным меру пресечения. Если вина будет доказана, им грозит от 8 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Вениамин Трубачев, Екатерина Доброгорская и Иван Ермаков. Подробности телеканал Интер. Кстати, меру пресечения Василишину суд избирает прямо сейчас. Прокуратура Киева просит арестовать замминистра здравоохранения на два месяца и назначить залог в 5 миллионов гривен. Мы следим за заседанием. Как только появятся новости оттуда, сразу сообщу. Еще одно задержание уже в фискальной службе. Сотрудницу центрального аппарата ГФС поймали на горячем во время получения взятки на общую сумму 125 тысяч гривен. Интересно, что женщина требовала деньги у своего коллеги, фискала, которого обещала не привлекать к ответственности по итогам служебного расследования. Подозреваемый грозит от 5 до 10 лет тюрьмы. Сегодняшние аресты, другие громкие задержания и обвинения этой недели. Что это? Начало великого похода на коррупционеров? Но тогда почему некоторые из них успевают покинуть страну до всего этого? Или возьмем янтарное дело. Верхушка мафии сидит и ждет суда. Это хорошо. Но почему низы? Простые черные старатели в Римлянской области преспокойно продолжают свое дело. Об этом говорим в ток-шоу «Черное зеркало». Сразу после подробностей. В Варшаве политический марафон. В забеге участвуют 18 глав государств, 21 руководитель правительств. И название этому соревнованию «Саммит НАТО». Исторический и очень насыщенный. Президент Петр Порошенко тоже там. На месте события находится и моя коллега Оксана Кундеренко. Сейчас она с нами на связи. У нее самая свежая информация. Оксана, я тебя приветствую. Скажи, чем сейчас? Просто в эти минуты заняты лидеры. Леш, ну ты не поверишь, в эти минуты мировые лидеры решили немножко расслабиться от напряженных переговоров. Для них устроили парад авиации. Истребители, бомбардировщики, МИГи, Тайфуны, F-16, F-18 пролетают сейчас над национальным стадионом Варшавы. Я не знаю, видите ли вы их, но я вот слышу очень отчетливо. Гордость Восточной Европы из Польши, Румынии, Чехии, Венгрии. И вот именно эту самую Восточную Европу в НАТО решили защищать от внешних врагов. От своих коллег-министров. Может быть даже и членство. На этот раз в плане этого документа справа не в конкретной сумме. И там есть безусловно такой рядок, что это живый документ. Есть НАТО, которая выполняет, так бы говорить, руководство каждым трастовым фондом. И она будет безусловно это проработать. Но есть проекты, которые идут безусловно в рамках НАТО. Это, начиная от науки, до борьбы с гибридной войной, платформа борьбы с гибридной войной, платформа борьбы с гибридными викликами. Там, где мы, власне, можем научить НАТО, не меньше, чем НАТО может помочь нам. Мы должны идти к стандартам НАТО и поступово стать реально невидимой частью Схидного фланга НАТО. Ясно, что Альянс делает крутой поворот, впервые за много лет увеличивая расходы на оборону, открывая новые базы, направляя международные контингенты в новые страны. Это Прибалтика и Польша. Кто приехал на саммит, что сказал и какие документы уже сегодня подписали, смотрите далее в сюжете. Такого количества высоких гостей в Варшаве не было очень давно. Чтобы пожать каждому руку, у хозяев мероприятия, польского президента и генсека НАТО, ушло по меньшей мере полчаса. Работая вместе, мы наиболее эффективно используем ресурсы. Во времена нестабильности наше сотрудничество особенно важно, чтобы вместе противостоять России. Это самое большое укрепление обороны НАТО со времен Холодной войны. Еще до начала официальных переговоров НАТО и ЕС подписали новый пакт о сотрудничестве, главная цель которого – сдерживать Россию и обеспечивать безопасность за пределами Альянса. В частности, речь идет и о помощи Украине. Мы должны быть готовы ответить на агрессию и координировать действия, когда перед нами гибридные угрозы. Главное – предотвратить атаки, а не дожидаться нападения. Чуть позже американский президент Барак Обама пообещал направить в Польшу тысячу солдат в рамках усиления контингента Альянса на восточном фланге. Ну и о первых встречах Петра Порошенко с делегацией в Великобритании договорились. До следующей весны британцы обучат 4000 украинских солдат. Украину обнадежили. Насчет членства в НАТО двери открыты. Великобритания направляет 500 солдат в Эстонию, 150 в Польшу. Цель этого усиления восточных границ – показать сильный единый альянс, который может защититься от России. Это главная тема саммита и причина, по которой местом проведения выбрана Варшава. Кроме британского премьера Кэмерона, Петр Порошенко сегодня общался и с представителями Турции и Финляндии. С Эрдоганом обсудил вопросы безопасности и возможности для дальнейшего экономического сотрудничества. Президент Финляндии не нисто заверил украинского коллегу, что Хельсинки выступают за сохранение санкций против России. Украинский лидер также провел неформальную встречу с канцлером Германии Ангелой Меркели и президентом США Бараком Обамой в кулуарах саммита. И завтра же будет личная встреча Порошенко Обама. Все решения принимаются здесь, просто на футбольном стадионе. Вот эта вот белая конструкция, специально построенный центр для переговоров, как открытых, так и тайных. Для Барака Обамы внутри даже оборудовали копию овального кабинета, чтобы привычнее было работать. А дел немало, журналисты только и успевают выдавать сообщения с пометкой «Срочная новость». Рабочие ужины и встречи продлятся по меньшей мере до полуночи. Оксана Кундеренко, Игорь Сули, подробности, телеканал «Интерм Польша». А как в Москве отреагировали на варшавский саммит, расскажет Данил Русаков. На варшавский саммит НАТО в Москве отреагировали о развернутом интервью постоянного представителя Федерации при Альянсе Александра Грушко. Одну из ведущих федеральных газет. Его копию на своем сайте публикует МИД. Беседа посвящена возможным угрозам со стороны Североатлантического Альянса. По мнению Грушко, прогнозы – дело неблагодарное, но особых изменений во взаимоотношениях с НАТО дипломат после саммита не ждет. Он считает, что Альянс будет делать акцент на увеличении количества учений вдоль российских границ. Впрочем, по окончании саммита совместная встреча представителей НАТО и руководства России запланирована. Состоится она 13 июля в Брюсселе, а сегодня, в день начала саммита в Варшаве на официальном сайте Кремля, появилось сообщение о телефонных переговорах с членами военного блока. Владимир Путин, Франсуа Алант и Ангела Меркель обсудили ситуацию на востоке Украины. Речь шла, цитирую, о последовательной реализации договоренности по отводу тяжелых вооружений и взаимному разведению сил от линии соприкосновения. В сообщении также сказано, что важная роль в обеспечении перемирия должна отводиться специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Данил Русаков, Сергей Ведмить, Московское бюро, телеканал Интер. Президент Франции Франсуа Алант назвал Россию ни много ни мало партнером на саммите НАТО в Варшаве. Также французский лидер заявил, что не считает Россию врагом или угрозой для своей страны. К тому же, по мнению Аланда, НАТО не вправе указывать Европе, как выстраивать отношения с Москвой. Сенат Польши призвал Сейм установить 11 июля Национальным днем памяти жертв Волынской резни, а трагедию признать геноцидом, совершенным украинскими националистами против граждан Польши. Постановление поддержали 60 сенаторов, 23 были против и один воздержался. Украина уже отреагировала на решение сенаторов. Глава Института национальной памяти Владимир Ветрович назвал предложение существенным шагом назад в польско-украинских отношениях, а Министерство иностранных дел Украины призвало не политизировать трагедию. Первые итоги саммита в Варшаве обсудим совсем скоро в черном зеркале. В первую очередь те, которые касаются Украины, конечно же. Чего ждать от встречи президентов Порошенко и Обамы? Не забудьте, пожалуйста, эфир ток-шоу ровно в 9 вечера. Депутаты ставят новые рекорды. Даже полчаса не поработали. Успели только спеть гимн и закрыть заседание, так его и не открыв. Кто на этот раз блокировал трибуну, когда собираются работать, да и собираются ли вообще? Все расскажет Ольга Рыцарь. Рабочий день в парламенте напоминает игру на опережение. Кто раньше встал, того и трибуна, чтобы заблокировать. Сегодня представители коалиции обыграли батьевщины и радикалы. Одни дежурили в президиуме, другие взяли в осаду трибуну, сидящие за бастолкой. А чтобы парламент точно не заработал, двери забаррикадировали стульями. Мета блокирования лишь одна. Примусить уряд президента Украины, их большинство в парламенте, сесть за стил переговоров, чтобы негайно проанализировать катастрофическую ситуацию, которая склалася с тарифами на природный газ, на тепло, на холодную горячую воду, на электроэнергию. У нас была возможность блокировать до конца сессии, чтобы показать, что мы спроможны. Но мы хотели показать, что тут только хаос, только деструктив, и все должны в этом переконаться. В том, что в парламенте хаос, убедились министры. Они, как всегда, по пятницам в полном составе пришли к депутатам на час вопросов к правительству. А увидели спектакль. Спикеру Андрею Порубию пришлось говорить в микрофон из зала. После выступления спикер прощается с правительством и закрывает заседание. По длительности заседания сегодня новый рекорд. Ровно 26 минут. Премьер с министрами покинули сессионный зал и пошли к журналистам. Это напоминает то, что мы летим в нормальном летаке, и экипаж, который должен обслуживать пассажиров, просто кидает свою справку, начинает бегать и кричать, что все пропало, а мы сейчас разобьемся. Десятки законопроектов, как и тарифный вопрос, снова переносят. Я запропонувал народным депутатам, чтобы мы не закрывали сессию наступного тижня, чтобы мы позволили главе Верховной Рады Украины в любой момент, при необходимости, в час, когда я предпочитаю, а я наголошу, я предпочитаю активизацию боевых действий на Сходе, чтобы можно было собрать парламент. На жаль, не все депутаты с этим согласились. Уже с понедельника нардепы снова попытаются проголосовать за то, чтобы отменить себе каникулы. И тут же сомневаются, шансов мало. Парламент должен стать спиарно-профессийным, просто профессийным. Сегодня мы должны ставить перед Кабинетом министров не только задачу снижения тарифов, мы должны ставить задачу, как эти люди могут жить, потому что они или ежу купят, или лекают. По некоторой информации, сегодня представители правлячей коалиции уже имеют билеты на Майами, на Сейшелы и много других. То есть они уже считают, что все проблемы людей решили, поэтому они тяжело работали и имеют право на отдых в теплых островных краях. Именно поэтому я считаю, что эта Верховная Рада Украины должна быть распущена. Следующая неделя по графику депутатов последняя пленарная. Что будет происходить в этом зале с 12 июля? Продолжится ли осада трибуны или все же договорятся? Ольга Рыцарь, Ирина Романова, Владимир Самченко, Вадим Сверидонов. Подробности телеканал Интер. Еще раз проанонсирую сегодняшнее черное зеркало, ведь тема первого часа шоу именно о тарифах и ситуации в Раде. Могут ли протесты вынудить Кабмин изменить расценки на услуги ЖКХ? Реально ли пересмотреть их сегодня? Осмелятся ли депутаты уйти в отпуск, проигнорировав законы, необходимые для получения транша МВФ? Или наоборот, скажем, повысят нам пенсионный возраст и поедут страдать о народе на элитные курорты? Обещаю, непростой и интересный разговор. Дождитесь. Обысками у адвокатов Нардепа Онищенко и других фигурантов газового дела должна заняться Временная следственная комиссия в парламенте. 20 депутатов из фракции Самопомощь, Народный фронт, Батькивщина и блок Петра Порошенко инициировали ее создание, а также направили запросы президенту и генпрокурору с требованием возбудить уголовные дела в отношении детективов НАБУ, проводивших обыски и против судьи, который дал на них разрешение. Нашумившие обыски в примещениях адвокатов, обыски самих адвокатов, порушуют найважливейший принцип, который не может быть не присутствием в правовой державе. Это принцип права на защиту. Мы требуем от президента, как гаранта Конституции и генерального прокурора, провести расследование, за которых условия были проведены обыски в примещениях адвокатов. И в разы установления ответственных порушений, притягнуть в них до ответственности. Напомню, обыски у адвокатов, защищающих Анищенко и других фигурантов газового дела, прошли во вторник. В НАБУ позже прокомментировали обыски, санкционированные в рамках досудебного следствия. Детективы ищут доказательства причастности к конвертации средств при реализации газовой схемы. А позавчера Юрий Луценко пригрозил НАБУ ответственностью, если окажется, что детективы действовали незаконно. В НАБУ с ответом медлить тоже не стали. На сайте ведомства появилось заявление, в котором директор Артем Сытник утверждает, что три адвоката – Цыганков, Копус и Маковский – участники преступной группы нардепа Александра Анищенко. Напомню, сам Цыганков в день обысков уехал из Украины, но обещал вернуться и подать в суд на антикоррупционное бюро. В Киеве запылали обменники. Рано утром в районе станции метро Харьковская сгорели сразу два пункта обмена валют. Правоохранители считают, что это умышленный поджог. Есть своя версия, очень оригинальная, и у общественников, которые борются с засилием нелегальных обменников в Киеве. Подробности далее. Между двумя обменниками всего несколько сотен метров. Из одного виден другой. Оба вспыхнули около четырех часов утра. Пожежи выникли одночасно. На месте подеи прибыло два аварийно-ритуальных отделения. О четвертой године 33 минуты обидвы пожежи были полностью ликвидованы. Добрый день, а можно с вами? Не могу послеповать себя. Ну просто два слова. Сотрудники сгоревших обменников общаться с журналистами категорически отказываются. Более разговорчивы соседи-погорельцев, торгующие рядом в павильонах. Вы знаете, она вот стоит урна, она бывает полная, не всегда ее убирают. Люди с остановки ночью уезжают домой, заполняют. Может, кинул не до полу. Такая осталась ситуация. Но не на камеру говорят и о другой версии. И именно ее считают более вероятной. Поджог. В полиции заявляют, оба обменника принадлежат одному хозяину. Их, скорее всего, действительно подожгли. За попереднюю версию пожежников и, власне, экспертов, которые там оглядали, место подеи, пожежа могла выникнуть власный наследок занесения стороннего джерела. На этот момент полиция уже распочала криминальное проведение. Это умисное снищение або пошкоджение майна шляхом подпалу. Каковы же мотивы поджогов? Полиции перечисляют. Возможно, это месть, запугивание или устранение конкурентов. Есть своя версия. У активистов общественной инициативы «Стоп нелегал». Эти люди борются против нелегальных пунктов обмена валюты. По мнению Игоря Бондарчука, эти обменники могли поджечь нечистые на руку правоохранители. Активисты, занимающиеся этой деятельностью, дадут главные боли правоохранцам, которые в какой-то способ связаны с незаконным валютным обеем и незаконными валютными операциями. Если активисты, например, будут и в дальнейшем заниматься таким способом деятельности, то правоохранители будут говорить, что вы видели, например, что открыто криминальное проведение, так это мы на вас просто повесим и скажем, что это вы подпалили. По информации активистов «Стоп нелегал», сейчас в столице под полицейской крышей действуют около полторы тысячи нелегальных обменников. Такса составляет около тысячи долларов в месяц. Несмотря на все усилия общественников, закрыть нелегальные пункты обмена валюты практически невозможно. Напомню, мы уже не раз делали сюжеты о таких обменниках. Там устанавливают более привлекательный курс, чем в официальных. Документы у клиентов не требуют, чеки не выдают. Во время съема каждого из этих материалов обменники закрывали правоохранители. Но буквально через день они снова работали. Руслан Смещук, Андрей Кузнецов. Подробности телеканал Интер. Преступление с небольшим сроком давности. Участники мукачевской перестрелки могут оказаться на свободе уже в понедельник, спустя ровно год после самого инцидента. Почему и что сегодня рассматривал Ужгородский апелляционный суд, знает Марина Коваль. На судебные заседания сегодня доставили двоих из четырех задержанных членов правого сектора. На скамье подсудимых 25-летний Владимир Бурча и Родион Горбенко, ему 19. Им выдвинули обвинения по 10 статьям Уголовного кодекса, в том числе терроризм и организации преступной группировки. В материалах дела не только стрельба в Мукачеве, но и грабежи, похищение в других городах. Подсудимым грозит пожизненное. Свою вину они отрицают. За некоторые даты я в Закарпаттии не находился и не проживу в Саиле. То есть я на сходе, действия проходят на Закарпаттии, а я уже находюсь в Закарпаттии в СИЗО, а какие действия проходят в других районах Украины. Нас вымачивают в таких особенностях. Я не понимаю, почему это. Почему это? Это Украинский станет не до всех добровольцев батальонов, а чуть только до правого сектора. Напомню, в прошлом году, 11 июля, бойцы правого сектора, около 12 человек, поехали на встречу с нардепом Михаилом Ланё. В Мукачеве возле спортклуба началась перестрелка, убили охранника. После, во время погони, уже в перестрелке с правоохранителями, погиб один из членов правого сектора. Вот как сегодня объясняет встречу с нардепом сами задержанные. Хотел зафиксировать улучшение, как на митнице бывает контрабанда, то вся контрабанда, ну, не вся, так скажем, повязана с ним. Або, ну, он сам, насколько я не знаю, он сам нас устроил в правом секторе. Далее уже было ясно, что просто хотят устранить. Сегодня Ужгородский апелляционный суд решал, где же будет проходить судебный процесс. В Мукачевском суде пытались отказаться, мол, не могут собрать коллегию из трех судей из-за сезона отпусков. Прокуратура просила сменить подсудность за Ужгородским районным судом Закарпатской области с метою недопущения каких-то можливых извлеканий, с метою выключенного нормального судового розгляда. Но Ужгородский апелляционный суд постановил, судебные разбирательства будут проходить все же в Мукачеве. И уже после суда всплыл еще один интересный нюанс. В понедельник, 11 июля, истекает срок содержания подстражей членов правого сектора. Но, как сообщили нам уже сегодня вечером в Генпрокуратуре, завтра, несмотря на выходной, Мукачевский суд соберется именно для того, чтобы решить вопрос о продлении меры пресечения. Марина Ковальдюри, Ковалев, подробности, телеканал Интер, Ужгород. Шквальный огонь со стороны боевиков по всей передовой. За последнюю неделю агрессоры увеличили количество обстрелов в три раза. Об этом сообщил зампред специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хук. Он подчеркнул, между нашими позициями и позициями боевиков практически не осталось нейтральной зоны. И это одна из главных причин эскалации. Общее количество обстрелов, которое фиксирует миссия, возросло в три раза по сравнению с прошлой неделей и достигло трех тысяч. Боевики активизировались и на Мариупольском направлении. Позиции украинской армии буквально поливают артиллерийским огнем. Самая напряженная ситуация в Марьинке, под Донецком, неспокойно, и под Мариуполем, в Широкине, Новотроицком, в Толоковке. Подробнее в сюжете нашего военкора Станислава Кухарчука. Это сейчас Кирилл улыбается и даже шутит. Правда, тема для шуток на самом деле не веселая. Накануне его подразделению пришлось пережить настоящий ад. На маленький клочок земли легло больше 40 снарядов и мин боевиков. Ну там прилетало, ну пять штук, ну хайс десяток. Ну такого именно плотного огня, как тогда было. Такого за все время, что мы здесь, не было. Боевики били напрямую из сел Заиченко и Октябрь. Юрий Михайлович на фронте уже два года. Говорит, таких обстрелов не было с зимы. Во время этого боя его ранило осколком в руку. От госпитализации отказался. Ну и сразу назад, с госпиталя такие, сразу сюда же назад вернуло зимы. В 12 попали в госпиталь. В 3 часа боющий продолжался, в 3 часа ночи. Начался в 6 часов вечером. На наших позициях тяжелого вооружения нет, разве что автоматические гранатометы. Нейтрализовать ими вражескую артиллерию невозможно. Еще один наш защитник Сергей тоже получил ранение и остался на передовой. Сегодня пытается вычислить вражеского корректировщика. БМПшки ездят в Коминтерного. Срабатывают они. Потом они работают трассерами, наводят цель. Ну и по трассерам, естественно, начинают бить уже артиллерии. В нашем штабе нынешнее обострение связывают с тем, что боевикам вновь пришли очередные партии снарядов. Накаляют обстановку и предстоящие переговоры в Минске. Они провокуют навмисно, чтобы наш військовослужбовцы открывали вагонную ответственность. И с этими фактами хочется прорвать, что мы начинаем с первыми. На позициях нашим солдатам не до большой политики. Командир уверен, этой ночью тоже будет непросто. В том, что сдержат вражескую пехоту, наши бойцы не сомневаются. Правда, в случае артобстрела придется укрываться в линдажах. Но такие укрепления, увы, не гарантируют стопроцентной безопасности. Александр Пантелеймонов, Станислав Кухарчук, Даниэль Косаковский и Антон Чиженко. Подробности телеканал Интер. В США приспустили флаги. День траура объявлен из-за нападений на полицейских. Пятеро стражей порядка погибли. Еще семь получили ранения, став мишенями снайперов в техасском Далласе. Все это произошло во время мирного протеста, вызванного убийствами темнокожих полицией. Больше о трагедии наш спецкорб США Юлия Мендель. Протест в Далласе закончился паникой. Услышав выстрелы, люди начали разбегаться, а полицейские их прикрывать. Еще тогда не понимая, что мишенью были они сами. Так снайперы-самоучки решили отомстить полицейским за убийство темнокожих. В результате семь тяжелораненых и пятеро убитых копов. Вот что рассказывает о том, что произошло очевидцы. Я не знаю, откуда были выстрелы, но они были. Я не видел, чтобы кого-то застрелили, кроме полицейских. Огонь вели только по ним. Я побежал. Первый выстрел прозвучал уже в конце митинга. Люди сначала даже не поняли, что произошло. Сестра этой женщины шла в первых рядах и стала единственной раненой из нескольких тысяч протестующих. Пуля попала ей в ногу. Прозвучал первый выстрел, а затем они участились. Все начали убегать. Тогда пуля попала моей сестре в голень. Она сразу же прикрыла собой сыновей. Другие разбегались. Подозреваемых четверо. Они расположились на крышах с винтовками. Троих задержали быстро. Четвертый забаррикадировался в гараже местного колледжа. Сначала долго отстреливался и угрожал убить как можно больше белых полицейских. С ним вели переговоры 45 минут. Мы до сих пор не знаем, все ли подозреваемые задержаны. Поэтому продолжаем расследование и тщательно обыскиваем ту часть города, где произошла трагедия. На митинг в Далласе собрались в основном афроамериканцы. Собрались, чтобы высказать свое недовольство недавними убийствами афроамериканцев, полицейскими в Луизиане и Миннесоте. Такие протесты проходят вот уже несколько дней по всей стране. Поэтому информация о расследовании, о волнениях, а теперь и о последних убийствах быстро поступает к президенту. Поэтому свое выступление в Варшаве Барак Обама начал именно с соболезнований своим соотечественникам и с апелляции к закону об ограничении на покупку оружия. Мы знаем, когда у людей в руках оказывается мощное оружие, к сожалению, происходят такие нападения, смертоносные и трагические. И мы собираемся пересмотреть эти реалии в нашей стране. Сегодня на многих американских учреждениях приспущены флаги. В стране только и говорят, что о случившейся трагедии. К расследованию присоединилась ФБР. Юлия Мендель, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. Продолжим подробности и вот что узнаете из второй части выпуска. Битва за чужой урожай. В Херсонской области отрабатывают новые схемы рейдерского захвата земель. Коллекторы в законе. Когда они придут за вашим добром и есть ли от них защита? Два часа назад появилась информация о том, что детективы НАБУ якобы обыскивают офис экс-нардепа Николая Мартыненко в одном из столичных бизнес-центров. Действительно ли его кабинет обыскивают? На самом деле не знает даже адвокат Мартыненко. Внутри его долго не пускали. А вот что рассказал, когда детективы НАБУ его все-таки пропустили. У меня договор с четырьмя лицами. Вот я сейчас пытаюсь понять, чьи документы они пытаются найти. Я не могу сказать, что это обыск в связи с Мартыненко или обыск в связи с еще какими-то лицами. Конкретно к Мартыненко никаких претензий нет. В НАБУ нам сообщили, следственные действия в офисном центре проходят в рамках досудебного расследования по факту завладения средствами госпредприятий в особо крупных размерах. В интересах следствия пока не называют фигурантов дела и суммы хищения. Также в НАБУ рассказали информации о причастности Мартыненко к этому делу нет. Теплее не будет. Деньги закончились. Коммерческие банки приостановили выдачу кредитов на утепление жилья из-за нехватки средств в госбюджете. Об этом сообщили в госагентстве по энергоэффективности и энергосбережению. Там уточнили, кто до 5 июля успел взять кредит на утепление, тем обещанные 30% займа из казны возместят. И добавляют. За последние 5 месяцев по таким кредитам уже вернули заемщикам 386 миллионов гривен. Теперь же годовой размер финансирования исчерпан. Холодок по коже пройдет у украинцев уже через несколько месяцев. После визитов частных коллекторов. Их главная задача, как и у государственных, выбить долги у населения. Но вот какие методы будут использовать частники и кто это будет контролировать? Разбиралась Анна Каменева. Коммуналка дорожает, долги населения растут. Это уже закономерность, говорят эксперты. Ведь доходы украинцев стоят на месте. Долг, как известно, платежом красен. Нет денег, придут за квартирой. Три месяца не оплаты за однокомнатную квартиру, лишь за теплопостачание. Уже можно отримать судовый наказ и в промышленном порядке выставлять квартиру на продаж. Случаев возникновения задолженности по ЖКХ будет все больше и больше. Они будут нарастать, как снежный ком. Люди выберут, что лучше кормить свою семью, чем кормить наших красивых толстых министров. И не будут платить. На людей спустят эту самую создаваемую армию коллекторов и исполнителей. В Минюсте успокаивают. Частные исполнители, в отличие от государственных, не смогут выселять из квартиры. Пока что. Рада в любой момент может это изменить. Но они смогут требовать вернуть долги другими методами. Причем есть риск, что в этот бизнес перейдут все те же коллекторы, говорят эксперты. А они свою работу знают. В министерстве же уверяют, частными исполнителями смогут стать далеко не все. Треба иметь юридическую обучение, стаж работы за фахом, склеить квалификационный испыт, застраховать свою деятельность. Побегут с поддельными дипломами юридическими, поскольку, ну, чтобы адвокатом стать нотариусом, прокурором или судьей, да, серьезный отбор, серьезная проверка и так далее. Здесь глобальной проверки нет. Поэтому мы боимся, что действительно, ну, в прямом смысле слова, бандиты попадут в это направление. На исполнителей можно будет пожаловаться в Минюст, который на первом этапе станет контролировать их работу или подать в суд. А вы сами представляете, как долго будет тянуться судебный механизм рассмотрения вашей жалобы. Плюс не каждый пойдет, потому что на судебные, нужно заплатить судебную пошлину. Людям придется быть один на один с благословленными государством, организациями по выколачиванию долгов. Это психологическое давление на должников и создано только для того, чтобы после этой информации часть должников побежала с перепугу и уплатила. В общем же, частные исполнители должны создать конкуренцию и разгрузить в государственную исполнительную службу. Там зависли миллионы судебных решений на более чем полтриллиона гривен. Только представьте, если эта сумма в купюрах по 500 гривен и сложить банкноты с топкой, то ее высота составит 107 километров. Такая башня примерно в 130 раз больше, чем самое высокое здание в мире Бурж-Халифа. Часть этих денег уже никогда не вернут, говорят в Минюсте, например, из-за банкротства должников. Но у исполнителей и государственных, и частных появится мотивация. От суммы взыскания они будут получать процент. Таким образом, хотят повысить эффективность системы. Удаст ли? Вопрос времени. Анна Каменева, Олег Дневидомский, подробности, телеканал Интер. За 9 дней до выборов на 114 округе в Луганской области Терризбирком остается без главы. Менее недели назад на Евгения Байрамова напали неизвестные. Избили с травмами, он был доставлен в больницу. Нужно отметить, округ этот уж очень непростой. За одно место в парламенте там борется рекордное количество кандидатов. 107. Какая обстановка на округе сейчас? Далее в сюжете. Врачи сегодня уже выписали главу Терризбиркома по 114 округу Евгения Байрамова. Но будет ли он видеть, в своих прогнозах медики пока осторожны. Травма тяжелая, но на данный момент угрозы жизни нет. А дальше проводится уже лечение, покажет время. Напомню, 4 июля Евгения Байрамова зверски избили в Северодонецке недалеко от его дома. В оппозиционном блоке, который он представляет по квоте в Терризбиркоме, нападение связывают с довыборами в Раду и попыткой запугать членов комиссии. Он является председателем комиссии по квоте оппозиционного блока, потому что оппозиционный блок имеет тут наибольший рейтинг. А члены комиссии запуганы. Они сутки практически, вторник и среду не работали. Люди боятся за свою жизнь. За неделю до голосования предвыборная атмосфера в округе накаляется. Самый распространенный вид запрещенной агитации – подкуп, говорит лидер гонки оппозиционер Борис Лебедев. Еще одна задача для избирателей – не запутаться среди 107 кандидатов. С предвыборной кампанией совпала здесь и кампания уборочная. Местные жители с гордостью показывают пшеницу, радуются, хорошо уродила. Хотя последний год фермерам выживать становится все тяжелее. Кредиты недоступны из-за высоких процентов, а модернизация стала невозможной из-за невозврата НДС. Год урожайный, год природа дала, Бог дал нам урожай, конечно. Вот зерно налитое, вот видите, смотрите, прекрасное зерно, просто прекрасное. Качество видно, чтобы есть клейковина. Вот он труд селян. Это то, ради чего они здесь живут, ради чего мы здесь живем на селе. Если бы государство повернулось лицом к нам, посмотрело на проблемы. Василий Иванченко, Леонид Аборин из Луганской области. Подробности телеканал Интер. Что посеешь, то пожнет другой. В Украине набирает обороты новый вид рейдерских захватов. С началом жатвы в южных областях уже произошло несколько случаев, когда фермеры друг у друга попросту воруют урожай прямо в поле. Подробнее расскажет Кирилл Ющишин. Это поле пшеницы расположено в отдаленном районе Херсонской области. Местный фермер Петр Москалев обрабатывает эту землю уже несколько десятков лет. На этом поле, контр номер один, было посеяно пшеницем. Сорт неба, край, элита. 28 июня, в день Конституции, объезжая свои поля, Петр заметил, как чужие комбайны убирают его урожай. Я подскочил на него, остановил, спрашиваю, что вы здесь делаете. Забрал ключи, правда, я у них сразу. Вызвал своих рабочих на технике и заблокировал комбайна. Воры успели скосить 40 гектаров пшеницы. В денежном эквиваленте это миллион 700 тысяч гривен. Селяне вызвали полицию. Приехала опергруппа из райотдела. Но, говорят, от правоохранителей проку было мало. Комбайнеры рассказывали о том, что их хозяин непосредственно направил на поле, что он сам приезжал и помогал настраивать комбайн именно под эту пшеницу. Но в протоколе допроса свидетелей это никаким образом не отображено. Комбайн, на котором воры убирали урожай, фермеры перегнали к себе в хозяйство. Говорят, потом приехал его собственник. Предлагал 100 тысяч гривен, чтобы замять дело. Потерпевшие не согласились. Это комбайн «Жендир» 96-10, 98-го года выпуска, который является орудие совершения преступления, которые по решению суда местного и апелляционного хотят отобрать и отдать на сохранение непосредственно людям, которые причастны к этому преступлению. Хозяин комбайна сейчас проходит по делу всего лишь как свидетель. Общаться с журналистами он не захотел. После нескольких жалоб потерпевших на местных правоохранителей на этой неделе дело передали в областной центр. Теперь следователи херсонской полиции начинают расследование заново. В ближайшее время я планирую выехать в этот район, провести необходимые следственные действия. За сезон это уже третья подобная история, когда урожай воруют прямо с полей. Две недели назад в Николаевской области чужую пшеницу собирали сразу несколько комбайнов под охраной вооруженных тетушек. Тогда остановить их смог только спецназ полиции. Кирилл Ющичичин, Багнановнов. Подробности. Телеканал Интер. Херсонская область. Жить или не жить профтехучилищем. В начале года финансировать ПТУ правительство обязало местные власти. Шокированные таким решением многие чиновники заявили, что в их бюджетах денег на это нет. Начались протесты преподавателей, студентов. Им ведь не платили зарплату и стипендию. Время на проблему в Кабмине решили. Но что ждет ПТУ с нового учебного года? Есть ли выход? Смотрите в сюжете. Волна протестов. Существование профтехучилищ в начале года оказалось под угрозой. Сыбадию! Сыбадию! Система среднего профобразования забуксовала из-за денег. Кабмин Яценюка одним махом, не обсуждая, не советуясь, переложил финансирование ПТУ на местные бюджеты. Области переданы финансы на финансирование, но не переданы права на управление имущественными комплексами. И возникает вопрос, как я могу финансировать то, что мне не принадлежит. Понютинский аграрный лицей – это уникальное учебное заведение в Харьковской области. 230 гектаров земли, своя сельхозтехника, поля и 28 зданий. Все это в начале года было на грани закрытия. Схожая ситуация была в 1993-1995-е годы, когда сотрудникам не выплачивали заработную плату на протяжении 8 месяцев. Но тогда у нас не было проблем с энергопостачением. На другом конце страны, в Закарпатской области, была такая же ситуация. В Мукачеве студенты и преподаватели трех ПТУ даже блокировали международную трассу «Киевчоп». На грани выживания в начале года оказались более 400 училищ по всей стране. После волны протестов в марте Минфин направил полмиллиарда гривен в облсоветы. А те, в свою очередь, местным ПТУ. Пожар, казалось бы, потушили. Но что будет дальше? Наука – это должно быть последнее, которое должно разрушаться в этой стране. Если не будет науки, если не будет кадров, если не будет специалистов, то тогда, о чем мы будем говорить? Какая у нас перспектива? Какие инвестиции придут в эту страну? Кто будет в нас вкладывать деньги и уходить, если они будут видеть, что у нас нет ни людей, ни работников, ни специалистов, ни кого, кто бы мог осваивать эту работу? Федерация работодателей обратилась к премьеру Гройсману с требованием пересмотреть решения правительства Яценюка и вернуть ПТУ на гособеспечение. Хотя бы на ближайшие два года. А за это время провести реформу, реорганизовать и модернизировать ПТУ. Создать единую систему подготовки профессиональных кадров. Ведь без рабочих рук развивать экономику страна не может. Оксана Григорьева, Леонид Аборин. Подробности. Телеканал Интер. Кому Брэкзит в радость? Выхода Великобритании из ЕС ждут не дождутся беженцы во французском лагере в Кале. Почему, объяснит наш британский сапкор Светлана Чернецкая. Лондон зовет. С мечтой о сытой и спокойной жизни в Великобритании сюда едут тысячи мигрантов. Это лагерь французского Кале. У многих поселенцев за плечами уже не одна попытка добраться до английского берега. Они атакуют грузовики и штурмуют высокие заграждения, чтобы попасть в тоннель под Ла-Маншем. Кале ближайший к Британии французский город. Расстояние между ним и английским Дувром по прямой всего 34 километра. В 2002-м Париж и Лондон подписали договор о пограничном режиме. Британцам разрешили установить свои пункты контроля на французской земле. Там более чем тщательно проверяют всех желающих попасть в Соединенные Королевства. А из-за миграционного кризиса в Кале вырос этот город в городе, который называют джунглями. Но теперь, когда Великобритания решила выйти из ЕС, может лишиться и своих пограничных пунктов на европейской земле. Англичане сделали выбор в пользу независимости, поэтому нужно пересмотреть наши пограничные договоренности. Мы предупреждали перед референдумом, что в случае Брекзита лагерь беженцев станет проблемой не французского Кале, а английского Дувра. В джунглях новости о Брекзите радуются как нигде. Для местных это может быть единственным шансом осуществить мечту. Я читал, что Франция обещает закрыть на нас глаза и отпустить на все четыре стороны. Мы с нетерпением ждем. Это будет самый простой способ добраться до Великобритании. Надеемся, что страна как можно скорее покинет ЕС. Пока французские власти обещают оставить соглашение в силе, но большие перемены не за горами. В мае следующего года состоятся президентские выборы. У действующего главы страны Франсуа Оланда мало шансов остаться на второй срок. А его главный оппонент, бывший премьер Олен Жюпе, уже пообещал переместить джунгли из Кале в Дувр. Вот и получается, что выходом из Евросоюза Британия сама спровоцирует то, чего больше всего опасалось. Наплыв тысяч мигрантов. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности. Британское бюро телеканала Интер. За звание чемпиона Европы по футболу будут бороться сборные Португалии и Франции. Накануне хозяева турнира вышли в финал, выиграв у сборной Германии со счетом 2-0. Этот матч, впрочем, обсуждают не только со спортивной точки зрения. За что в Исландии обиделись на французских футболистов и кого из немецких политиков после игры обвинили в расизме, расскажет Татьяна Лагунова. Футбол с политическим привкусом немецкие фаны в трауре, французские празднуют победу. И это не единственный результат вчерашней игры. Матч между сборными Германии и Франции за выход в финал чемпионата Европы спровоцировал два громких и совсем не спортивных скандала. Едва успел прозвучать финальный свисток, европейские спортивные эксперты принялись анализировать результат. Обсуждали, хорошо ли работали судьи, заслуженно ли выиграли французы, выложились ли на все 100 немцы. Высказаться решила и одна из лидеров правопопулистской партии «Альтернатива для Германии». Беатрикс фон Шторх дала совет на будущее немецким спортивным функционерам. В своем твиттере она написала, а может в следующий раз должна снова играть немецкая национальная сборная, намекая, что в Бундестиме много игроков с мигрантскими корнями. Сказать, что политика заклевали, ничего не сказать. Пользователи обвинили фон Шторх в расизме, разжигании ненависти, да и просто в глупости. Утром она удалила свой пост и объяснила, мол была расстроена и вообще ее неправильно поняли. Виновниками второго международного скандала стали победители матча – французские футболисты. На них обиделись в Исландии за плагиат. Победу над немцами команда отпраздновала полностью, скопировав уже фирменный ритуал исландской сборной – хлопки в ритме и боевой клич викингов. Исландцы, которые из-за французов вылетели с чемпионата, возмутились, мол, ослабо придумать что-то свое. Чтобы на случай победы придумать что-то свое, у французов есть несколько дней. В воскресенье вечером хозяева турнира могут стать и его победителями. В финале чемпионата Европы сборная Франции встретится с командой из Португалии. Татьяна Лугунова, Геннадий Аникенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. И вот только что стало известно, что претенденты на пост президента США Хилари Клинтон и Дональд Трамп приостановили свои предвыборные кампании в связи с убийством полицейских в Далласе. Напомню, там погибли пять стражей порядка, еще семеро получили ранения. Стреляли снайперы во время протестов афроамериканцев против двух убийств чернокожих белыми полицейскими. В стране сегодня объявлен траур. С подробностями на эту минуту все. Напоминаю, ровно в 9 жду вас в студии ток-шоу «Черное зеркало». Поверьте, тем, которые касаются большинства из вас, сегодня будет достаточно много. Убедитесь сами уже через несколько минут.